Цены на нефть остаются в плюсе после пятничных торгов, даже несмотря на коррекцию движения в начале новой торговой недели. По итогам заседания ОПЕК в Вене было принято решение сократить общее производство черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки в течение первого полугодия. Это и стало причиной прорыва сырьевых котировок. Североморский эталон едва достиг уровня в 63,5 доллара за баррель на пятничных торгах. После последовала коррекция движения, в результате которой сегодня цена на нефть марки Brent располагается вблизи позиции 62 доллара за баррель. Сланцевый эталон демонстрирует аналогичную динамику, расположившись на уровне в 52 доллара 40 центов за баррель и фиксируя движение в боковом канале. Аналитики предполагают, что на данный момент инвесторы не до конца верят в результативность встречи стран-участниц пакта ОПЕК+. По-прежнему главной угрозой для рынка являются объемы нефтедобычи в США. На ситуацию не смог повлиять и пятничный отчет от Baker Hughes, согласно которому за неделю число действующих буровых установок сократилось на 10 единиц до 877. Вероятно, на рынок также влияет фактор неопределенности из-за накала в торговых отношениях между США и Китаем. Тем временем сырьевые валюты сегодня на подъеме. Пара USD-RUB фиксирует нисходящее движение. График торгового инструмента располагается вблизи отметки 66.20. Эксперты отмечают, что рубль сегодня укрепляется еще и за счет ожиданий паузы в подъеме процентной ставки ФРС. Этот сигнал оказал поддержку и другому сырьевому активу CADD. Пара USD-RUB после пятничных торгов потеряла более 1%. Сегодня ее котировка располагается в диапазоне 1,3300 – 1,3320. Аналитики предполагают, что валюты сырьевого блока будут расти до тех пор, пока снижается господствующая мировая валюта. Как только поступят какие-либо подробные комментарии касательно будущего монетарной политики ФРС, валютный рынок продемонстрирует высокую волатильность. Нефть сегодня продолжит оставаться под давлением.